так ребята всем привет я вот несколько дней буду снимать вот такие видео пока у меня там есть работа в сакраменто не работа подработка поэтому я не сильно не хочу крыть а так для поддержки штанов пока вот и я пока буду снимать вот такие по ходу отвечать на ваши вопросы пока еду мне в пути тут выходит около 20 минут кстати сегодня написала 28 минут программа вчера 21 в зависимости от трафика каждый раз разное время в пути буду отвечать на ваши вопросы по пути значит тут я написал небольшой списочек не знаю понравится на меня смотреть нечего я так привык знаете то себя то свою работу а здесь я камеру повесил и она будет просто снимать дорогу вот каждый раз стараюсь ездить по разной дороге и может быть это будет интересно посмотреть сакраменто ну и услышать ответы на некоторые вопросы значит первый вопрос почему в штатах мало дизель и вопрос немножко надо ответ как бы разделять на две части дизелей мало легковых грузовики практически все дизельные да даже теперь современных траков тоже половина дизельных поэтому я не знаю как это мало дизельных потому как зарплаты наверное приличные у основных покупателей покупателей новых машин я так понимаю зарплаты приличные так тут сейчас это должен быть поворот я его вечно посеваю здесь вот то есть среднего класса который покупает новыми машины видно достаточный заработок чтобы покупать машину помощнее получше вот а дизель он все равно более тихоходным в те времена был более тихоходный там даже лет там 10-15 назад вот да и новый дизель дизель он тарахтит менее комфортный менее мощный поэтому я так предполагаю что покупатели не хотят покупать дизеля были представлены мерседесами новыми вольсвагенами бмв немножко вот они есть и бушными они есть на дорогах их видно вот бушными их их хотят покупать и они как бы если в хорошем состоянии стоят даже я бы сказал немножко дороже за них просят либо это в сакраменто потому что русскоязычная диаспора есть но как бы я так смотрю они даже так подороже за них просят здесь по крайней мере я говорю за сакраменто я другого рынка америки пока не знаю вот а если брать траки допустим опять же они нужны мощные вот а экономии на дизеле большого объема особой и нет то есть он под нагрузкой немножко экономит вот так я вот сравнивал расход топлива если коробка автомат и бензин и дизель очень небольшая разница вот вот примерно так то есть дизелей мало легковых грузовых дизелей хватает тут проблема повернуть значит вопрос такой следующий есть ли солярка на заправках но практически на всех есть конечно я видел заправки что нет солярки но их мало те что я видел ну даже если 50 не так больше почти на всех заправках есть дизеля навал ребята так вот вопрос дизеля навалом вот поэтому тут вопрос вообще по цене что по цене скажу солярка значит у нас вот здесь дешевле сейчас на теперешний момент бензин 230 а дизель 2 то есть на 30 центов дешевле если стоит думает но пока думает тогда поеду я вот правило кто первый подъехал на бывает кто нибудь стоит вот и ворон зевает туда взял быстро и поехал не лови ворон так вопрос я по моему не туда поехал сейчас я хочу остановиться такое бывает пока болтаешь болтаешь а потом раз и ты не на той улице и мне надо остановиться чтоб мой навигатор маршрут проложил я поехал по american river drive а мне сюда не надо а а а а а тут стоять нельзя придется заехать а 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 я же сейчас по гуглу пару дней ездил по вазе никаких проблем перестраивается быстро вот гугл почему-то тупит он не может быстро перестроиться чтоб раз и все и нормально я не туда поехал я вот заболтал м 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 Заблудился немножко, пришлось разворачиваться. Чего я заскочил на эту University Avenue? Не знаю. О, смотрите, индюк дикий гуляет. Вряд ли его тут кто-то держит. Так, сейчас я отсюда вырулю. Вот, кстати, минус программы гугловского навигатора, либо он у меня так тупит, я не знаю. Вот надо перепроложить маршрут, а он будет тупить. Что-то задумается, зависнет. Как я на эту University заскочил? Вообще не должен был здесь оказаться. А, ну вот, все правильно, я должен был повернуть налево, а я поехал прямо. Короче, заехал в университетский этот городочек тут такой. Болтал, болтал, как всегда. Отвечал на вопрос, есть ли заправка на солярку, ой, солярка на заправку. Конечно, есть. В Америке все есть. Иногда просто немножко поискать надо, и все. Так, значит, вопросов не хватит. Хорошо. Вопрос, мои планы на месяц, год, жизнь. Ребята, мои планы, это мои планы. И вообще я не люблю сильно планировать. Вот, так помечтать можно, а планировать какие тут планы на месяц. План на месяц, быстрее язык схватить. Приехав в Америку, ну, как бы мне и до этого все говорили, что язык – это главное. Ну да, вроде знал. Язык – это главное. Но когда собираешься потихоньку в другую страну, там надо все там, что-то надо продать, какие-то дела завершить, как-то все организовать свой отъезд. Вот. Учишь потихонечку, так это подучиваешь. Думаешь, ну, приеду, что-то тут найду. Как-то язык потихоньку в среду вроде как помещаешься. А тут приезжаешь, и вроде среда есть. А если не будешь учить, так оно ничего и никак. Поэтому вот, вот такой план. Нужен английский язык. Потому, как будет английский язык, можно пойти получить какую-то специальность. И получив какую-то специальность, ну, можно пойти на работу к американцам, там лучше платят. Ощутимо лучше платят. Вот. Можно пойти получить какую-то специальность. Пока будешь учиться, еще лучше подтянешь язык, получишь какую-то лицензию там. На что-то можно получить лицензию, чем-то заняться своим. Можно идти работать То есть имея какую-то специальность, пожалуйста Работать тут навалом Работы хватает Тут даже работают нелегалы Массово работают нелегалы Представьте Спрашивают Как тут с гринкартой Тут не то, что с гринкартой Без гринкарты, без документов Все работают Вообще люди приезжают С самолета По туристической визе Мекси через границу переползают Причем их тут В таком количестве Эмигранты И все где-то работают Где-то зарабатывают Никто тут не нищенствует Бомшей, на которых Сыла в Америке Тут, чтобы быть Хорошо Тут Чтобы быть Бомжом В Америке Им надо Быть принципиально Захотеть Стать То есть я вот Не хочу ничего Вообще Я хочу просто Вот лежать На лавочке Вот мне так хочется Тут солнце хорошее Калифорния И вот я буду лежать Потому что Хоть чуть-чуть Проявляешь Инициативу Хоть на копеечку Там Все Уже Уже тебе за это платят деньги Так Я так понимаю Что Вот эти люди Стали По непонятной причине Не По понятной Они Поустроились Все На колледж Таун Что Ли Так Мне на фифте Надо Вот так вот Я сделал А я Обхитрился Тихо Извиняюсь Извиняюсь По левую линию Нельзя остановиться Я один еду Видите Ромбик А я сразу Ломанулся Нагло Так нельзя Ой Трафик опять Как мне не везет Но я по вчерашнему Своему Опыту Уже помню Надо перебираться Левее 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 И будет все Быстрее 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 Фастер Фастер Пока Вот Поэтому Видите Я не хотел вам Про бомжей Рассказал Про бомжей Вот Еды тут Навалом Работа элементарная Тут Листья опали Даже Пришел Всем надо убрать Листья Сами американцы Тут такие Которые В домах своих Они ленятся Ходят Вот Мексиканцы Все кому не лень Пришли там 20 долларов Пришел эти листья Машинку купят На плечи Дующую Подуют Подуют 20 долларов А что он Разве он убрал Листья Он где-то Сдул Сдул В сторону В кучку Бывает Убирают Кучку Бывает Кучка Лежит Я вот что-то Не пойму Это уборки Даже иногда Мелкий мусор Любят сдувать На дорогу То есть Убирают Как бы тебе двор И твой же Мусор Сдувают На дорогу А на дороге Куда он девается Он же опять К вам Во дворы Летит Ну тут Такая уборка Бывает Интересная Смотришь Так со стороны Вообще прикол Вот Там планы Какие там На месяц На год На год Планы Точно такие же Как и на месяц То есть Нужен Стабильный доход Надо свою жизнь Стабилизировать В этом обществе Вот Вот и Вот и план Сразу нарисовался Надо же как-то Стабилизироваться Получить Он кстати Справа Смат Не знаю Видно ли Должна быть Видно Это здание Большое Это электрическая Компания Где мы Подключаем Электричество Где мы Все дружно Платье Можно сюда Можно Мне все время Кажется Что тут Я поеду Быстрее Ооо Звонит Как-то